напишите потише и громче я его отрегулирую сейчас сделал потише проверьте пожалуйста как сейчас качество отлично сейчас звук должен быть хороший прекрасно еще раз всех приветствую на нашем сегодняшнем вебинаре этим днем до этим летним днем их осталось не так много но тем не менее время для вебинаров посвященных трейдингу мы всегда сможем найти сегодняшний вебинар проводит фредерик даниэль вебинар называется парный трейдинг рыночная нейтральная стратегия и прежде чем мы начнем как всегда предупреждение о рисках важно помнить что торговка на нацевых рынках она сопряжена с рисками и прежде чем переходить торговли на реальном счету важно ознакомиться со всеми аспектами трейдинга чтобы понимать свои риски вся эта информация которая будет даваться на этом вебинаре даются на всех вебинарах она является разработкой того трейдера кто ее проводит и фактически на этих вебинарах мы делимся с вами своим опытом те действия которые будут совершаться на вебинаре или те рекомендации они могут являться прямой прямым призывом к действию и так представлюсь я меня зовут исаков роман я являюсь региональным менеджером компания брау маркет с работой с такими регионами как россия украина и странами снг сегодня так как у нас тема парный трейдинг возможно связано с этим а мы начнем с фредериком проводить данный вебинар вдвоем я начну расскажу несколько слов о компании брау маркет и дальше уже слово возьмет фредерик даниэль да вот сразу вижу вопрос от василия запись появится вы сможете найти на нашем youtube канале я чуть позже добавлю ссылку и вы сможете ее себе сохранить подписаться на наш канал и получать все уведомления о загрузке новых видео и так перед началом я хотел рассказать несколько слов о компании 1 маркет я думаю что вы многие знаете что компания мара маркет является форекс и севди брокером не так давно у нас появились криптовалюты поэтому для любителей данного актива многие очень давно спрашивали его поэтому сейчас такие инструменты как bitcoin ripple эфириум они добавлены для торговли и вы сможете с ними работать вашим терминале и так что важно сказать про компания 1 маркет я знаю что многие участники а данного бинаря пока не работают с нашей компании но сберу знакомыми на многие из вас наоборот работают я решил для тех кто пока еще с нами не сотрудничать рассказать несколько слов о компании 1 маркет компания 1 маркет на текущий момент уже порядка 15 лет мы представлены на более чем 40 странах у нас есть офисы так мы работаем со всем практически со всеми странами что важно важно что компания 1 маркет есть лицензия в серии лицензия регулятора великобритании который является наверное одним из самых жестких для компаний до в первую очередь для компании ну и свою очередь для трейдера потому что в этом случае все интересы трейдера они защищены на уровне регулятора к примеру такой плюс как страхование ваших средств очень часто возникал вопрос когда трейдер открывает счет на есть ли какая-то сохранность средств на тот случай если компания какой-то момент не сможет отвечать по своим обязательствам данная сохранность она существует и в адмиромаркет ваши средства застрахованы на сумму до 50 тысяч фунтов стерлингов в том случае если компания не сможет отвечать по своим обязательствам по своим финансовым обязательствам и специального фонда ссылку вы также можете найти на нашем сайте в разделе о компании почитать более подробно о данном фонде на каждому клиенту будет выплачена сумма до 50 тысяч фунтов стерлингов помимо этого в компании драма маркет есть своя разработка эта торговая платформа дополнение для мета трейдер 4 называется мета трейдер 4 supreme edition который в себя включает огромное количество функций которые позволяют упростить вашу торговую для кого не секрет что большое количество разработан индикаторов осцилляторов какие-то дополнительные систем но которые нужно искать в разных местах на разных ресурсах мы постарались собрать для вас наиболее востребованные наиболее интересные инструменты также я чуть позже дам ссылку про индикатор про систему мета трейдер 4 supreme edition вы сможете почитать и сегодня фредерик также своем вебинаре будет использовать данный плагин для того чтобы показать как на применять торговую стратегию которая называется парный трейдинг также очень часто возникает вопрос у трейдеров кто обращается я мой отдел да напрямую работает с клиентами компании поэтому очень часто мы получаем вопросы по поводу проскальзывания по поводу исполнения отложенных ордеров о неоптимальной цене для трейдера вот специально для этого мы вместе с нашими партнерами компании amt solution внедрили разработку которая называется настройки защиты от волатильности это большое количество дополнений которые позволяют минимизировать если сказать просто в двух словах который позволяет минимизировать риск от волатильности на рынке то есть эта система позволяет вам установить максимальный размер проскальзывания к примеру да или отменить ордер в том случае если проскальзывание превышает тот установленный параметр который для вас недопустим ваша торговля параметров очень много и мы со своей стороны со всеми клиентами проводим консультации для того чтобы выбрать те наиболее интересные функции которые подойдут именно к вашей торговле ну и немного из истории до компании admiral markets является на по состоянии на четвертый квартал 2016 года то есть на конец 16 года 15 брокером в мировом рейтинге по количеству объемов проторгованных на мировой арене очень серьезные достижения поэтому здесь важно также на это обращать обращать внимание и кстати по поводу рисков то с чего мы начали одним из важных аспектов является это выбор на качественного партнера для того чтобы вы смогли совершать ваши операции одно дело научиться трейдингу а другое дело выбрать действительно надежного партнера которым для вас может стать именно admiral markets после вебинара также я отвечу на те вопросы которые у вас будут те вопросы которые которые будут появляться у вас в чате вы также можете писать после мы их сможем обсудить и сейчас я передам слово фредерику он начнет вебинар и начнет рассказывать о подходе парный на трейдинг а федерик поставь пожалуйста плюс в чат если ты готов и я передам уже микрофон тебе отлично тогда сейчас с вами не прощаюсь передаю слово фредерику а я наверно преждевременно зашел до роман или мне выключить я я думал что параллельно мы можем говорить а отлично все окей значит хорошо спасибо роману он знакомил вас со всеми теми настройками фишками возможностями которые есть у брокера которых я не знаю ну потому что я приглашенный эксперт и конечно же чуть тише сейчас я здесь настрою секунду это наверное делается вот здесь сейчас лучше стало два раз два могу даже еще немного уменьшить мне кажется вот это регулировка совсем тихо тогда увеличу вот вот так наверное весь самый оптимальный до уровень нормально отлично вот это где регулируется оказывается в окне хорошо да я могу не знать всех тонкостей всех возможностей admiral markets и даже про 50 тысяч фунтов я не знал знал что есть какой-то уровень там страхования но что это 50 тысяч фунтов и так у нас сегодня вебинар он будет недолгим коротким потому что я лишь ознакомлю вас с этим методом с его возможностями с сутью с так сказать менталитетом парного трейдера с тем кто за как это работает почему это вообще должно работать то если мы говорим о парном трейдинге а технологии методы работы они они будут доступны уже на курсе потому что сам материал он не охватывает по широте слишком большой объем ну то есть 10 ясно даже из названия парный трейдинг есть две пары или два актива мы пытаемся заработать на том что у них высокая корреляция высокая зависимость друг от друга и как только эта зависимость отклоняется мы входим в рынок соответствующие позиции выставляем и потом закрываемых когда это этот проект возвращается обратно какие-то нормальные уровни вся тонкость вся хитрость в этом методе заключается вовсе не в том что а в том как масса каких-то наработок масса параметров технических деталей вот это все делает просто идею торговать на двух активов отличает очень просто идея торговать на двух активов от хорошо работающей стратегии в которой даже есть специальный софт их несколько есть специальные сайты которые помогают парному трейдеру заниматься тем чем он занимается скажу больше есть специальная программа think of swim в которой она конечно не для парного трейдинга она вообще универсальная так вот в этой программе есть возможность визуализировать все те наработки которые трейдер выявляет то есть грубо говоря нарисовать на экране этот спред между двумя активами показывать его расширение сужение а выставить рамки выше которых трейдер будет заходить рынок допустим сел делать одну позицию бай другую ну и так далее так что на этом вебинаре мы не сможем разобрать все те тонкости даже наверное я скажу открыто я не захочу этого делать потому что у нас же подготовлен специальный курс для этого романа об этом позже напишет он бесплатный я сразу скажу курс бесплатный в том смысле что вы не платите за то что получаете этот курс там маркет придумал какие-то другие вещи для своих клиентов чтобы они совсем со стороны люди не могли послушать этот курс потому что честно говоря все уплачено со стороны адмирал маркет мое участие мой курс он уже оплачен поэтому наверное как брокер адмирал макс не хотелось бы чтобы просто со стороны люди могли прийти послушать и уйти грубо брокер более того этого курса не будет доступе он он будет закрытой силы по закрытой ссылке перед по почте вы как сказать высылаться до по почте участникам этого курса уже после если хотят они повторить я не представился может быть роман меня представлял я немножечко отходил звук выключал настраивал компьютер я фрейд я управляющий активами торгую на рынке уже очень давно да я могу употребить это слово очень потому что для нас постсоветских трейдеров неважно какой в какой стране украина россия белоруссия или киргизия до с другого конца для нас 18 уже вот 19 будет лет как я пришел на рынок это достаточно большой срок для вас стоит может быть это не так много средненькая цифра но а для нас для тех кто не видел рынке восьмидесятые даже в начале девяностых это серьезный срок управляя в основном опционными конструкциями торгую для клиентов своих но торгую очень широким спектром инструментов там и опционы на фьючерсы на валюты до пункт евро сейчас нет раньше было там потому что объем большой это и комодит из нефть золото газ что еще не в последнее время был искомнуть пшеница вот я рассказывал на вебинарах во вторник те кто посещает кстати вебинар 1 макс по вторникам наверное знают меня даже видели мой счет я постоянно его показываю и сегодня могу показать хоть и у нас тема совсем другая сто сорок пять шестьсот у меня сейчас счет ну как как и как и был в последний раз не просил ни разу ни евро не смогло его сдвинуть хотя там нет позиции чего бы он должен сдвинуться вот я постоянно показываю свой счет чтобы трейдеры видели как я торгую что я делаю какие у меня позиции пускай они даже немного немного отличный они много отличаются от тех инструментов которые есть у адмирал макс но рынок общий знаете разбираться в рынке понимать что происходит в рынке в общем это это одно единое пространство и важно для любого трейдера на любом инструменте разбираться в том что хотя бы что происходит вот это есть фундаментальный анализ ну и каждый уже применяет свой технический анализ понимая глобальные процессы что еще могу сказать но и в двух словах вам в конце роман объявит собственно еще одну возможность вот я написал свой skype до роман объявит еще одну возможность для тех кто будет участвовать на курсе они смогут после этого курса получить консультацию в течение куда долгого периода общаться skype именно касательно этой стратегии обсуждать ее делиться сделками получать консультацию поэтому я заранее пишу вот это skype я напишу что это skype и еще одно объявление я сделаю пока я не начал вот мой сайт точнее их два я уже начал писать посты наконец-то второй пост сегодня поставил с картинками я все лето торгую из испании езжу по разным маленьким городам мне это интересный вообще испании для меня как второй дом там несколько лет здесь прожил и вот продолжаю думаю что с этой зимы перееду сюда снова на совсем так вот в этом блоге я пишу о рынках разных заметках такая смесь блогера путешественника и блогера трейдера два в одном посмотрим что получится если кому интересно заходить читайте вообще не коммерческий проект а чисто вот для себя чтобы интересно проводить свое время итак начнем наконец-то мы начнем 20 минут потратили так это роман вам показывал датч нет это вам еще не показывал я включаю свою презентацию точнее я включаю просто десктоп так как презентация уже там загружена я включаю десктоп запускаю его вы должны по идее сейчас увидеть вот например вот вот такой экран где написано парный трейдинг вот я сделаю на весь экран на full screen я не заморачивался с презентации потому что да суть данном случае познакомить вас с парным трейдингом сейчас секунду а вот он же зависает сейчас нам придется ждать пока да вот full screen не буду делать потому что на маках почему-то full screen постоянно зависает да все есть отлично посмотрим сколько на 45 человек прекрасно переключаюсь на парный трейдинг давайте в двух словах вот вы знаете очень много разных стратегий разных методов торговли часть из них она я их называю угадайки потому что часть из них большая часть львиная доля требует угадывания направления рынка без этого просто никак вообще так или иначе трейдер обязан угадывать направление но есть какие-то отдельные стратегии ну например у меня на опционах есть такие стратегии на волатильности они работают и вот парный трейдинг относится к таким стратегиям которым не сильно важно куда пойдет рынке даже скажу больше про парному трейдингу вообще не важно куда пойдет рынок если у меня на опционах еще есть какая-то более желательное направление которое мне больше бы принесло прибыли нежели любое другое или флэд на рынке да то парному трейдингу вот абсолютно безразлично куда пойдет рынок и вы наверно уже догадываетесь почему потому что тут у нас сразу два направления сразу в двух направлениях торгуются контракта один пойдет вниз второй верх второй вниз первый верх так что неважно об этом позже так вот парный кредит является одним из немногих и наверное единственным в том смысле что самым безразличным к направлению рынка безразличной стратегии почему это работает вот давайте в двух словах поговорим почему парный трейдинг работать что такой парный трейдинг сразу же есть две валюты 2 2 актива 2 акции больше всего это работает на акциях на и т.ф. на сортах нефти например потому что в основе лежит один и тот же продукт до нефть важно чтобы эти два продукта которые лежат в основе стратегии важно чтобы они коррелировали корреляция это взаимосвязь то есть ходили одинаково почему они ходят одинаково это другой вопрос мы позже поговорим но есть огромное количество активов которые в той или иной мере в той или иной степени ходят практически одинаково например бренд и в чай до бренд и круглой так называемый да то что есть и называем до дабы чай это два сорта не сорта нефти один торгуются на чек и на дуночку извиняюсь на а из интелли конца зал петролью интер консул в тиньше развивался айпи и интернешно петро ленок женщина вот сейчас переименовали лет лет семь назад второй на найм x чем они отличаются они отличаются физическим химическим составом ну то есть своими характеристиками один более легкий второй тяжелый вообще в сортов нефти в мире полным-полно сотни дубайская там знаю сибирская light вот в россии есть юнлс и сайберин light два сорта нефти там азербайджанская азии light много сортов нефти практически в каждой стране свой сорт потому что он отличается по составу содержанию серы и так далее так вот в итоге это все равно нефть время от времени это нефть где-то в одном регионе допустим в мексиканском заливе начинают дорожать потому что ураган или еще что-то а бренд не сильно на это реагирует потому что в регионе вот северное море европа дефицита нефти нет и спред между ними начинает расширяться если раньше но представим бренд 152 w 50 примерно вот на уровне двух долларов был спред они торговались 51 53 49 47 но неважно два доллара был спред почти всегда плюс-минус так вот если надвигается ураган на мексиканский залив конечно же дорожают оба сорта нефти на скорее всего добыть айбу дорожать сильнее и спред между ними сузится потому что бренд будет стоять на месте добыть ай подорожает и спред сузится до доллара или наоборот а или наоборот произойдет какие-то изменения там допустим что может быть европе ближе к северному морю допустим решение опек большая часть сортов влияет именно на вот сорта бренд маркерный сорт является бренд и большая часть опекарских стран приравнивают свои сорта нефти к маркерному бренду да допустим тот же юрис он приравнивается к бренду в ренту и соберем лайк тоже программе цикле так вот в какой-то момент может произойти так что бренд подорожает дороже чем давлете ай допустим американцы начнут качать очень много нефти а в европе наоборот опек сорвет с рынка моменте конечно же в целом то рынку все равно танкеры могут и туда плыть и сюда да я не гружу продукт трубопровода вот танкеры точно могут быть так вот бренд будет стоить 54 а да будет всего лишь летит на 1 доллар и из 50 там 1 из 50 летит на 51 спрэд увеличится до трех долларов мы понимаем что это временно мы понимаем логика трейдера говорит что всю жизнь было два доллара плюс-минус иногда даже сужалось до одного доллара а вдруг резко мы разошлись до трех долларов спрэд скорее всего это временно скорее всего это иррациональность на рынке да именно иррациональность а вот есть возможность этот это расширение спрэда эту иррациональность использовать то есть что сделать стать сэл бренд и дай доблю тянь и ждать пока снова спрэд с трех долларов уменьшится до одного до двух а можете даже меньше она это очень грубо звучит спрэд может и расширяться спрэд может достигать и четырех такое кстати было лет наверное когда это было 9 10 вот где-то в эти годы может быть 11 арабская весна по моему да способствовал я точно не помню спрэда расширялись до 6 долларов а то и даже больше 8 долларов и все постоянно говорили что мы должны снова развернуться обратно а вот они долго расширялись расширялись конечно в итоге вернулись те кто продавал или даже усреднялся хоть и так делать нельзя усреднялся на каждом долларе расширение спрэда может в итоге все-таки взял свое потому что посмотрите на спрэда сейчас они явно не такие как были тогда далеко не 6 долларов и так теперь почему существуют корреляции почему две два актива от часов могут коррелировать и ходить почти одинаково сортами нефти все ясно я рассказал что это один товар да и вы без меня знаете что и там и там нефть он используется практически одинаково разница только в том что один регионе больше северное море балтийское море европа до северное и ниже а второй совсем другом полушарии штаты мексиканский залив но товар один но еще отличается помимо географии отличается еще и химическим составом один сорт более легкий 2 более тяжелая значит больше денег надо потратить чтобы из него делать до произвести бензин и так далее а почему же ходят одинаково две бумаги ну во первых они могут находиться в одной индустрии например две страховые компании скорее всего большую часть времени они будут двигаться почти одинаково если финансовый сектор сегодня растет эти акции конечно растут страховые компании растут они обе скорее всего будут расти если нет каких-то особых специальных отчетов по одной из компаний или новостей связанных именно вот с какой-то конкретной компании из этих двух то они будут примерно ходить одинаково во-первых крупные фонды покупают в портфеле их одинаковые тот и ту и другую страховую компанию во вторых в целом рынок нет смысла покупать только допустим на страховую компанию и биси и не покупать xyz другую вторую поэтому вполне понятные причины влияют воздействует на движение этих двух компаний более того но страховые две компании это не какой-нибудь там nvidia через такая динамичная бумага горячая не тесла которая навряд ли она будет коррелировать с бмв мерседес или какими вы даже генерал моторс из америки ну не будет коррелировать практически никак потому что хоть и в одной индустрии но это горячая бумага по ней шартов то сколько открыто на рынке у него прибыли нет в отличие 1 моторс она стартап скорее ну то есть абсолютно разные причины будет так вот две страховые компании которым уже по 50 лет и торгуют сами 30 лет последний на бирже нет смысла нет каких-то причин по которым они будут ходить разнонаправленно хотя мы в какие-то определенные промежуток и внутри дня или наоборот долгосрочно вроде иногда расходятся но в целом если взять месяц то 1 35 стоит 2 45 до 1 выросла там на 7 процентов до 36 2 выросла на 7 процентов так что вот одна из причин это две связанные индустрии бумаги из двух связанных индустрии коррелируют очень сильно вторая это маркетмейкеры они часто котируют акции и т.п. ну например есть у них это это фонда какой портфель в котором несколько бумаг и они постоянно добавляют в эти портфели бумаги делают сбалансированные портфели чтобы хеджироваться ну то есть такая внутренняя кухня уже крупных маркетмейкеров которые должны котировать и это и и бумаги вот они держат баланс где-то дельта хеджирования там еще заводит ахеджирование вот еще одна причина почему они будут покупать обе бумаги включать их ветер и и и так далее ну и вообще говорят что парный трейдинг раньше когда он не был доступен а вот обычным людям ну зачем он был то доступен всегда но раньше рынке были менее розничными это сейчас легко вот зашел на макет сайт скачал программу зарегистрировался перечислил деньги торгуешь а раньше процесс был сложнее не было даже компьютеров точение были но не были предназначены для трейдинга не было таких скоростей интернета не было поэтому а какой там парный трейдинг без без интернета и вообще тем более без компьютера а так что этим занимались маркетмейкеры у которых была своя информация они могли отслеживать все движения акции вот они что и делали они покупали то что упала и продавали то что выросло в цене и ждали пока сойдутся эти две бумаги или актива давайте поговорим о чем о том что может коррелировать очень с высокой корреляции ну во первых для таких стран как россия например есть понятие обыкновенная привилегированная акция но она везде есть конечно же но в америке не так много привилегированных акций класса класс б до бумаги например у google есть класс а акции класс б акции у фонда бершер этого есть такие же бумаги у кого еще и сразу несколько там есть бумага как она называлась валера что туда который нефтяная компания американская у нее есть несколько компаний я не знаю сотня наберется или нет или больше но есть два класса для чего это делается чтобы право голоса не давать всем привилегированные акции выступают вот таким вот барьером одна из причин так вот если это акции одной и той же компании то смысл им котироваться вот абсолютно по-разному если есть бумага там google у нее есть класса акции обыкновенные класс б акции привилегированные почему они должны ходить в разные стороны если это одна и та же компания да там есть какие-то фишки право голоса там по одним бумагам начисляются фиксированный процент это другой вопрос но в целом то они должны ходить одинаково поэтому самая высокая корреляция наверное двух акций одной и той же компании просто разных классов акций в россии очень много там привилегированных акций разных компаний там насчет сбера не скажу не помню есть любой расис компании степи обыкновенная привилегированная акция потому что право голоса для менеджмента очень многое значит странах по советской союзе дальше на втором месте наверное акции фьючерс но это для россии более подходящий вариант потому что в америке фьючерсов на акции нет есть опционы на акции вот фьючерс как таковой а ну то есть классификация в ценных бумаг то гласит что есть такое понятие но никто не торгует фьючерсом на акции не существует а вот в россии есть фьючерс да тот же ртс это индекс конечно же хотя можно собрать просто индекс ртс его ключи взять тот же сбер газпром есть фьючерс есть бумага да еще один пример это акции это если вы соберете например фонд есть фонда фонд ну допустим страховых компаний сша там 50 разных страховых компаний каждый в равных долях по два процента собран портфель если вы отдельно соберете точно такие же страховые компании то чаще всего не будут совпадать цены на вот это и на отдельно собранные бумаги по разным причинам на рынок перед менеджмент к этого это я в который управляет этим фондом и верит что он будет давать лучшие результаты нежели просто отдельно взятые бумаги или наоборот он торгуется дисконтом но грубо говоря вот еще один пример того как можно сопоставлять как какие два инструмента могут сильно коррелировать и ходить одинаково давайте куку конечно акции за одной индустрии например вот у нас мета трейдер я покажу есть сейчас я включу есть две бумаги я просто первые попавшиеся бумаги возьму это ну как первые попавшиеся не совсем-то и первые попавшиеся просто не сейчас я включу сначала мета трейдер его выключил нет максимум справа максим спрашивает почему коррелирует это и все акции вместе взятые или даже это и отдельно взятая акция может коррелировать если это очень такая тесная индустрия в которой почти все одинаковые страховые компании то очень часто может коррелировать отдельно взятая компания целый это легко да это портфель из похожих бумаг просто их много конечно они усредненка это усредненка они действуют почти как рынок да грубо говоря а на другом конце мы имем отдельно взятую бумагу но все же они могут очень даже сильно коррелировать но пускай не 0.99 так там 0.85 0.90 так я сейчас включу да надеюсь видно надеюсь вы видите мой экран точнее вы видите мета трейдер вот я включил да максим это и набираются часто из одной индустрии в этом и смысл нет конечно не могут быть они из одной индустрии смотря как это их называется что на себя представляет но если это страховых компаний называть или это эффективных компаний то он вот я включил а мета трейдер проверьте пожалуйста еще раз видно или нет да да отлично идем дальше вот мета трейдере давайте откроем просто две бумаги которые должны по идее коррелировать у меня тесла открыта не дай бог это совсем не то не тот случай не должны коррелировать не должны коррелировать тесла с какой-либо бумагой самая шальная бумага последнее время ну вот включим bank of america тут у нас есть такой специальный как он называется supreme эдишен вот если вы откроете навигатор но я сейчас не смогу это сделать потому что я не нашел то что мне роман показывал вот роман сегодня научил меня может это скриптах нет а роман сегодня мне показал специальный такой тик чат трейдер нет его здесь нет видишь роман посмотри пожалуйста мне а вот в этот на ты ты здесь же да я же не вижу то что ты мне показывал вот это вот чарт там чего-то как назывался это приложение вот у меня какой-то неполный список что ли для мака видимо этого нет или или как его найти local time вот я не могу найти или чарт-ин-чарт а вот вот он это не там не в экспертах он здесь вот смотрите чарт-ин-чарт а мы открываем два графика давайте на верхний график перенесем bank of america можно же как переносить сейчас он скорее всего просто завис нет вот наверху меня банков америка а внизу давайте вниз перенесем как это делается как-то роман настраивал хорошо давайте без настроек вниз перенесем jp morgan gpm вот он вот он gpm вот сюда да вот перенес опять евро показывает а нет нужно вот так смотрите сейчас чарт-ин-чарт я еще раз нажму да я еще раз нажму чарт-ин-чарт и пишу вот сюда вот сюда я пишу gpm надеюсь вы видите вот и сейчас я получу здесь внизу gpm а не евро вот я получил только как евро удалить давайте вот так вот сделаем может удалим их два перед индикаем да вот значит у меня наверху а у меня и наверху gpm почему-то получился а как сделать чтобы наверху был bank of america давайте я попытаюсь еще раз bank of america закинуть вверх вот так получилось да получилось смотрите я открыл два графика и вы наверное даже невооруженным глазом видите насколько высока корреляция как они ходят ну практически одинаково ну да jp morgan просел чуть сильнее здесь нежели bank of america это вообще что у нас это у нас были да да в какой-то день может быть отчетность была или еще что-то посмотрите волна роста прям буквально раз два три четыре пять шесть свечек раз два три четыре пять шесть свечек тоже растем сделали два дня коррекции первый бугор второй бугор третий ну практически одинаково и время от времени наверняка спреды различаются метатрейдер конечно этого не показывает есть специальные программы я буду об этом говорить как можно сделать специальность ну как скрипт что ли который будет показывать именно разницу в ценах хотя смотрите сколько стоит jp morgan jp morgan стоит девяносто один доллар а bank of america двадцать три доллара то есть нужно учитывать и это у них разные разные цены для этого есть специальные коэффициенты которые но это уже техника это я все буду показывать мы в риге это делали благо усредняли одну бумагу против другой так вот идея в том что мы взяли просто две бумаги из метатрейдера которые являются банками и увидели что они ходят одинаково но не всегда наверняка тот у кого наметан глаз у кого зрение лучше увидит несколько отличий вот чем хорош чарт энд чарт смотрите я просто двигаю один график а второй двигается за ним вот чтобы исследовать взять перекрестие и накладывать сюда вам нужно двигать два графика вот я роману сегодня предлагал а чем отличается например график в графике взять два графика вот так параллельно открыть и он говорит так потому что ты будешь здесь одну двигать а вторая не будет двигаться а здесь смотрите как хорошо вот они параллельно программа вот это Supreme Edition он есть только у адмирала а Supreme Edition или вот это вот приложение Chart&Chart оно двигает второй график параллельно первому и просто синхронизирует вы просто можете поставить какую-то сюда линию и увидеть на двух графиках что происходило в этот день но к сожалению такое визуальное сравнивание синхронизация визуально она не поможет выявить прям вот весь сок фишку торговать на этих двух бумагах это конечно хороший инструмент он хорош для изучения но для трейдинга все-таки нужен более четкий смотрите какая корреляция ну просто идеальная корреляция всегда почти всегда я уже дошел до июня пятнадцатого года пока еще не увидел никакого расхождения я уверен даже мудинги будут одинаково на них ходить и индикаторы будут одинаково ходить так вот идея вот в чем заключается если эти две бумаги ходят одинаково девяносто девять процентов времени кстати давайте посмотрим как много они ходят как долго они ходят одинаково у меня немножечко correlation трейдер для мака тупит да он он не совсем хорошо показывает сейчас я попытаюсь все-таки а нет вот показывать все-таки баг да и сейчас баг сейчас он закачается точнее он думает долго потому что Super Edition на маке почему-то вот немножечко немножечко тормозит долго это будет длиться я не знаю я конечно мог бы на другой программе показать хорошо смотрите у меня тут есть заготовочки в презентации вот они я немножко увеличу вот смотрите Bank of America и JP Morgan я вообще в другой программе это отслеживал это не в MetaTrader я сделал специальный сайт я потом все сайты буду показывать что смотреть но я мог бы в MetaTrader если бы немножечко здесь он долго не думал я бы мог показать так вот Bank of America и JP Morgan коррелируют на 97 то есть 97% времени они ходят одинаково не просто одинаково они ходят на одинаковую величину вырастет Bank of America на 3% в этот день JP Morgan вырастет или на 2,9% или на 3 или на 3,1% вот 3% будут отличать от Bank of America в среднем от бака дальше JP Morgan и Wells Fargo тоже есть в MetaTrader я думаю попробую еще раз то же самое 96 чуть чуть меньше корреляция а вот например между Intel и Chevron они оба есть в MetaTrader корреляция отрицательная она никакая 0,59 нет самая никакая компания между Bank of America и Home Depot они оба есть у нас в MetaTrader вообще никакая 0,01 то есть растет Bank of America падает и Home Depot на случай они вместе ходят а потом они разворачиваются один в одну другую другую никакой корреляции нет а нас больше интересует вот вот это вот графа те бумаги которые сильно коррелируют и особенно вот первая строка 0,97 0,96 0,85 уже не такая хорошая корреляция не стоит на нее обращать внимание то есть это не то что нам нужно мы не можем это применять это очень не очень но слабая все-таки корреляция вот 0,97 чем выше тем лучше наверное понимаете чем чем выше корреляция тем лучше так вот идея вот в чем заключается брать эти две бумаги как только по ним произошла раскорреляция из-за отчетности из-за просто поведения рынка пришел крупный инвестор в одну бумагу ушел инвестор из другой бумаги неважно если происходит вот такая раскорреляция вы просто встаете в нужный диапазон но сказать то легко когда это делать когда раскорреляция произошла на 1 цент или на 1 доллар или на 15 вот тут самое главное как я говорил метод он очень прост на первый взгляд он кажется совсем-совсем простым примитивным для применения трейдинга но все не так просто на самом деле если все так было просто давным-давно все бы торговали парным трейдингом пока вы наберете руку пока вы входные данные вот их надо хорошие получить то есть техники как усреднять ведь не все компании не все акции стоят одинаково допустим 50 долларов и вторая 50 одна ушла на 51 вторая ушла на 52 и вы взяли встали в разные стороны одна стоит 97 вторая 54 это разные цены а что что делать так секунду я переключусь так вот а Максим тут что давайте на вопрос отвечу картинка зависла да вы пишете секунду давайте еще раз посмотрите как сейчас как насчет а отлично это значит что-то что-то не знаю в интернете произошло вроде вроде уже все нормально да хорошо так вот сам метод хоть и кажется простым но деталей тут очень много во-первых находить нужные бумаги это самое простое я вам показал даже инструменты как это делать второе их усреднять визуализировать вот самое главное наверное заключается вот здесь а ну и скажу что парный трейдинг можно применять и внутридневный и долгосрочный есть пары которые долгосрочно ходят одинаково а внутри дня могут расширяться и сужаться вы встаете и ждете какого-то и наоборот закрывать позиции уже внутри дня используя какие-то очень мелкие движения в разные стороны а вот когда я был на курсе в Риге мы его проводили прямо во время курса вот точно так же JP Morgan и Bank of America разошлись на какие-то несколько минут вот я не помню они сошлись потом или нет но вот мы в какой-то момент заметили что одна упала а вторая осталась на месте то есть можно даже внутри дня если вам стратегия позволяет если вы видите что она даже внутри дня открывается закрывается практически похоже одинаково то это делать главное не делать это в какие-то критические моменты например не делать это с биотехнологии у них там исследования фаза 1 фаза 2 могут улететь так что и не вернуться никогда вот такая хитрость я уже забежал глубоко в курс а не делать это например во время отчетности ну то есть искать самые тихие периоды в шумные не заходить только после шумных заходить искать тихие периоды и ловить так сказать вот эту вот тишину отклонения заходить и ловить тишину на тишине сходиться а вот скажем вот такие шаги я расписал сначала находим корреляцию коррелирующие бумаги далее вычисляем эту корреляцию работаем с ней это не просто вычисление корреляции а дальше нужно понять из какой-то если это разная индустрия то точно нет мало ли бумаги коррелируют но если это вообще две разные компании может быть корреляция какая-то случайность допустим вы нашли корреляцию в течение месяца ну так получилось что банков америка и какой-нибудь там шеврон ходили одинаково а потом они не будут ходить одинаково потом стационарность пары ну я уже не буду объяснять что это потому что мы заходим в тему курса выбираем способ визуализации оказывается этот спред можно по-разному смотреть например можно взять просто спред разницу а можно взять еще или соотношение я потом на курсе скажу почему два разных метода которые из них лучшие какие методы какие периоды с какими бумагами с какими спред дальше самое важное вот третий пункт очень важен а это визуализация сигнала вы должны просто понять где диапазон где нормальные рамки где нет как в числовом количественном виде понять вот этот спред его показать для себя на экране и сказать вот они границы спреда здесь я буду продавать а вот здесь ставить стоп-лосс и мы сразу уходим в четвертый пункт это риск менеджмент и money management конечно очень важно делать money management например не заходите сразу всей котлеты всей суммой спред расширился зашли третью еще ну это вообще мой универсальный подход точнее не мой я применяю его универсально и к опционам и вообще ко всему не захожу сразу всем объемом потому что я могу ошибиться рынок пойдет против и потом я буду сидеть думать почему я зашел так рано или вышел ну и риск менеджмент всегда должны быть у вас стопы ну в правом трейдинге что намного легче давайте в двух словах о преимуществах ну во-первых есть недостатки у метода ну сайт я не буду показывать проблемы во-первых он требует два раза больше капитала потому что у вас два актива так человек купил просто акции JP Morgan ждет роста а тут у него и JP Morgan и Bank of America в разных в разные стороны но это небольшая проблема вы всегда оставляете свободный капитал дальше визуализация ее не так легко добиться нужны специальные программы я на курсе это покажу что за программы как с ними работать дальше паттерны вот очень важно абстрагироваться от любых паттернов иногда визуализация парном трейдинге такая что кажется что здесь линия поддержки сопротивления нет парный трейдинг ему вообще все равно паттерны не паттерны ему важно чтобы бумаги расходились в числовом количественном выражении на определенную цифру и потом сходились а что там вырисовывается что там линия поддержки это всего лишь вторично это не так как на рынке я на курсе буду это объяснять ну и главное с размером не ошибиться это часто тоже приводит к ошибкам теперь мы если поговорим о преимуществах парного трейдинга вам не нужно угадывать направление вы всего лишь торгуете на разнице двух активов вы их нашли уже вы вычислили корреляцию вы вычислили инструмент вы сделали всю домашнюю работу подготовились и теперь как охотник сидите в кустах у вас уже весь инструментарий есть вам спидометр тахометр все настроенное на мониторах показывать что где находится ждете момент встаете в разницу спреда ну и все дальше ждете пока он сужает а не сузился или добавились или поставили стоп лосс вышли сказать конечно легко да ну и если получилось вы просто выходите какие то конечно центы берете но эти центы на большом сайзе дают хорошую прибыль но поверьте это в сто раз лучше чем сидеть угадывать куда пойдет JP Morgan или Bank of America если вы думаете что банки вырастут они могут упасть если вы думаете что наоборот банки проблемы то допустим от роста ставок наоборот банки могут заработать по разному может быть то есть угадывание это реально герсинг это реально угадывание а теперь что касается вообще метода помимо того что он не требует угадывания он еще хорош тем что он такой обособленный ему много всего не нужно ему не нужен сильно фундаментал нет конечно же нужно понимать что происходит бумагой сейчас вчера как они себя почему они разошлись в спреде что повли это конечно важно но грубо говоря вы немного замкнуты в этих двух бумагах в этом спреде и все что происходит вокруг весь этот шум вам не сильно важно ставки шмарки не важно вам даже скорее интересно что происходит в конкретной индустрии банковской или допустим нефтеперерабатывающей или еще в какой то а плюс еще один в том что эта система абстрагирует еще и от технического анализа как они там паттерны разрисовали что там показывают и мы сидим на банков америка и на типе морган вообще не важно у вас свой тех анализ он заключается в движении этих двух бумаг то есть двух активов они их спред уже сам рисует какую то диаграмму график и вот вам важен этот график а не тот который сформировался у каждой бумаги что еще могу сказать парный трейдинг мне нравится я к нему пришел издалека я к нему пришел из маркет нейтрального метода и стратегии маркет нейтральный подход на акциях о нем у нас будет отдельный курс он немножко долгосрочный он для тех людей которые серьезно хотят инвестировать не спекулировать на 3 дня а чуть более широкий иметь диапазон таймфрейм наверное у меня все потому что если я продолжу мне придется перейти ко второй теме уже начать рассказывать как это делать как рассчитывать какие программы использовать какие хитрости а это уже курс я отвечу на вопросы потом передам слово Роману он расскажет о подробностях и я наверное вас покину сейчас вопросы посмотрю на валютах да Виталий пишет работа на валютах я подозреваю что на валютах тоже работают если вы найдете две коррелирующие пары например евро и USD франк но вот насколько они коррелируют после 15 января 2005 января 2015 или 15 января 2015 года я затрудняюсь ответить потому что все кто помнит этот день франк рухнул то есть доллар франк рухнул так сильно что наверное съел любую корреляцию и собственно на валютах это еще один риск да хотя он на акциях есть да но грубо говоря не может какая-нибудь компания нефти перерабатывающая заработать слишком много в то время как конкурент потерял если при прочих равных у них все все одинаково поэтому подвергаю что да можно найти вот Роман пишет на комодии есть бренд и WTI там вообще дико корреляция должна быть очень строгая потому что это один и тот же товар вообще это один и тот же комодики это нефть добытая в разных регионах и может быть имеющая разные характеристики и разную логистику и разные факторы влияющие всего лишь но это один и тот же товар если в акциях это две разные компании управляемые по-разному то бренд и WTI это два одинаковых это одинаковый актив нефть тогда я еще раз напомню курс у нас будет проходить лучше это Роман скажет о датах я календарь себе записал но мне нужно на другом компьютере посмотреть ну еще два слова в скайпе будет поддержка те кто будет этим трейдингом этим методом заниматься будут иметь постоянный доступ задавать вопросы мы даже вместе будем торговать я собственно хоть и на других счетах торгую я специально для вас даже может быть сделаю счет и буду точно так же на ваших же инструментах исследовать находить пары ну это будет уже отдельно ну то есть это тот же мой скайп но вы должны в скайпе указать что вы прошли курс и мы может даже создадим отдельную группу парный трейдинг в скайпе и какое-то время месяц два три сколько понадобится будем курс бесплатный только у Романа есть какие-то маленькие требования там он сейчас скажет ну и плюс последнее я буквально вот напишу вот сайт блог такой некоммерческий просто читайте блог путешественника трейдера и Владимир спрашивает насчет селлимита я поставил но я рано поменял у меня конечно не трейдинговый был селлимит я поменял 15 там с чем-то драги выступал пошли движения ну и я не стал рисковать обменял последний евро 25 тысяч у клиента на счет 50 было 25 тысяч оставалось 15 чем но сейчас уже вижу 16 26 да я рано поменял просто я подумал ну сто двести долларов туда-сюда я хочу уже торговать хочу клиенту зафиксировать сумму ну в общем то да мы пошли в верном направлении как я и говорил собственно на ЕЦБ на драги мы можем уйти в сторону тренда а вот что будет дальше это конечно хороший вопрос от 17 это самый крайний наверное на данный момент куда мы пойдем это хороший вопрос вот Максим говорит что он сегодня плакал не надо плакать Максим итак я ухожу если есть какие-то вопросы буквально вот сейчас 29 31 32 а я еще буду здесь ну я понимаю Максим будет я буду еще здесь дальше будет роман после окончания части романа меня уже не будет я выключу компьютер потому что мне надо уходить и у меня рынок еще кипит так что есть вопросы если у вас они есть сейчас задавайте да вот хороший вопрос кстати от какой суммы можно торговать после того как Адмирал ввел даже возможность торговать одной акцией да CFD то суммы вообще смешные с любой я бы сказал с любой вот раньше да 100 акций нужно было если бумага дорогая амазон то там вообще девять тысяч залога требуется но сейчас с каких-то там пор с марта что ли с апреля Адмирал позволяет торговать одной CFD то есть если там плечо допустим даже один к десяти минимум я беру вы купили одну бумагу банков Америка по 23 доллара то есть один лот 2300 то у вас с 1 200 нет нет помню даже 23 доллара да 23 доллара будет залог ну то есть очень смешные суммы там практически с любой не нужны большие деньги кто-то будет 100 акций одновременно покупать и продавать двух да кто-то будет там 500 кто-то одну так что я думаю как раз это тот метод который подходит и для мелких счетов и подходит для тех кто не хочет угадывать главное найти две подходящие бумаги научиться на них рассчитывать корреляции вбить их специальные программы немного норовиться да есть такое слово руку набить ну и потом понимать что всегда может быть раскорреляться вовремя выходить ну или вовремя фиксировать прибыль не ждать пока расширившийся спред с двух до пяти снова вернется на два вернулся на три закрыли неотлично по-разному Андрей смотря как по-разному внутри дня бывает и тут метод хоть и такой простой но у каждого он будет свой я уверен через три месяца торговли мы если поговорим в этом скайп-чате и у каждого будут свои наработки каждый будет иметь свои фишки хитрости поэтому тут стационарно только то как это делать как формировать как высчитывать а потом уже появляется насчет свопов вы можете на сайте адмирала конечно же пробить какие свопы я например по алибабе как-то купил и держал долго а мне показалось что нет они не сожрали а если внутри дня так вообще свопов не будет вот Максим говорит что у него есть калькулятор для этого в экселе наверное Максим сделал но я покажу даже на сайте у вас на сайте есть тоже на адмираловском сайте есть специальный калькулятор где вы можете вбить одну бумагу потом другую и сразу две и посмотреть сколько будет свопы и так далее ну вот у Максима свой и даже не в экселе но какой-то другой калькулятор он написал это не сложно на самом деле ну если что можно в экселе посчитать или просто на калькуляторе взять умножить на количество дней и посчитать сколько сожрет своп сколько останется вам ну наверное ну вот Максим программист так что он может и в других платформах написать и в экселе наверное у меня все сейчас Роман подключится к чату я уйду всем спасибо читайте мой блог курс начнется вот Роман сейчас скажет по моему второго да секунду 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 во вторник нет в среду 2 августа да все верно о Сергей Кевель тут приветствую узнаю узнаю давно не было или может быть на семинарах никогда не было вот я тут по вторникам веду уже долгое время но может быть Сергей не вспомнит меня но но в общем то я его знаю а да лично знакомы просто как бы у меня же тут как директор медленно стоит 2 августа начнется курс он будет длиться 3 дня по 2 часа ровно в это же время среда четверг и пятница 3 дня в это же время ну тогда я ухожу и жду жду Романа вот он должен с минуты на минуту подключиться к нашему чату и продолжить Роман ну прям как новостные ведущие осталось только палец к микрофону на ухе прижать а вот Роман все я выключаюсь я выключаюсь тогда спасибо давайте коллеги еще раз поблагодарим Фредерика за интересный вебинар за интересную тему которую он нам сегодня раскрыл тема парный трейдинг и сейчас я расскажу вам про непосредственно уже прохождение самого курса как он будет проходить сейчас одну минуту я вернусь к презентации которая у нас была Фредерик попрошу тебя остановить демонстрацию экрана и я перейду уже к презентации то есть останови пожалуйста со своей стороны спасибо спасибо большое и так как уже Фред сказал данный курс прошу прощения коллеги да сейчас сделаю потише будет слышно хорошо да сейчас звук должен быть хороший спасибо Борис курс будет состоять из трех дней как уже сказал Фред это будет 2 августа 3 дня сейчас вы видите перед собой краткое описание безусловно мы сюда внесли только самое основное да что может быть безусловно Фред как всегда углубляется рассказывает всегда чуть больше чем заявлено ну соответственно за это и Фред получает хорошие отзывы о своих курсах о своих вебинарах о том чему он учит да соответственно этот курс будет построен из нескольких составляющих да будет разбираться и теория то есть как находить инструменты от чего зависит данная корреляция часть уже сегодня Фредерик рассказал будет также безусловно и практика то есть по тем инструментам которые торгуются в Admiral Markets которые торгуются MetaTrader 4 вы сможете уже найти эти инструменты и посмотреть как это работает да Фредерик обязательно скажу про тех кто был уже на семинаре в Риге и так что же нужно для того чтобы посетить данный курс данный курс будет проводиться только для клиентов Admiral Markets для тех у кого есть реальные счета я напомню что курс он является бесплатным для вас первое наличие если у вас нету еще реального счета это его открыть поэтому мы оставляем немного времени то есть примерно полторы недели чтобы у всех была возможность зарегистрироваться подать заявки открыть ваши счета при пополнении счета на сумму от 200 долларов вы получаете доступ к данному курсу к трем занятиям которые будут идти примерно 2-2 с половиной часа то есть фактически вы получите готовую торговую систему для себя и сможете ее применять уже на вашем счету работая в метатрейдере есть небольшой плюс небольшая информация для тех кто работает с чуть большими суммами при пополнении счета от 1000 долларов вы получаете индивидуальную консультацию от Кредерико непосредственно по данной системе то есть будет возможность созвониться обсудить ваши сделки обсудить вашу ситуацию и получить полностью поддержку в данной системе соответственно участие оно бесплатное то есть торговать именно в ходе курса это не обязательно важно иметь реальный счет который открыт в Admiral Markets и пополнен уже на данную сумму пополнение необходимо провести вот именно начиная с сегодняшней даты то есть те кто совершает депозит необходимо написать запрос на участие в курсе вот сейчас вы перед собой видите почту support.ru собака admiralmarkets.com я ее сейчас скопирую чтобы вы ее смогли сохранить и написать нам запрос на участие в данном курсе после проведения пополнения счета и отправления нам запроса мы вас добавим на вебинар то есть по закрытой ссылке и вы сможете принять в нем участие вам также будет безусловно доступно торговое приложение MetaTrader 4 Supreme Edition в котором вы сможете с легкостью отслеживать корреляцию считать ваши риски рассчитывать объем то есть все необходимые функции у вас будут перед собой дата начала курса как я уже сказал 2 августа в 20.30 поэтому до этого момента условно до по крайней мере за час до начала курса необходимо пройти все данные шаги ваши вопросы по работе с Admiral Markets если вы еще не знакомы с нашей компанией вы также можете адресовать на ту почту которую я указал support.ru собака admiralmarkets.com неважно с какой стороны вы находитесь мы обязательно подскажем и вас сориентируем либо сконтактируем вас с вашим персональным менеджером который уже с вами непосредственно свяжется здесь по как я уже сказал то есть для участия в данного курса необходимо совершение именно нового депозита то есть ну по крайней мере вы сможете совершить депозит от 200 долларов и как уже фред сказал то есть это он решил также добавить помимо индивидуальной консультации для тех кто совершать на сумму менее 1000 долларов будет доступен онлайн чат в скайпе где вы сможете обсуждать а вот получить уже индивидуальную консультацию с Фредериком при пополнении счета от 1000 долларов вы сможете таким образом будет проходить данный курс данное обучение и если у вас есть вопросы которые хотелось бы задать то пожалуйста их напишите также для тех кто у нас присутствует из Риги Фредерик просил напомнить проходил данный курс Фредерик ввел его в живую и для тех участников кто был на этом курсе будет уже дан доступ соответственно также пожалуйста напишите да Фредерик подсказывает что было 20 человек напишите мне также на ту почту которую я выше указал и я предоставлю вам доступ с пометкой что вы были на семинаре в Риге да все верно то есть для тех кто уже посещал то есть для тех кто уже совершал депозит для участия в данном курсе в Риге новое пополнение оно не требуется да и так коллеги я готов ответить на ваши вопросы если они появились то пожалуйста напишите и я в оставшиеся несколько минут на них вам отвечу хорошо если пока вопросов нет поставьте пожалуйста плюсик что я понимал что вопрос возможно появится позже вы можете писать на почту support.ru собака admiralmarkets.com или на мою почту лично у кого она есть roman.sakov собака admiralmarkets.com также вам я отвечу да вот вижу пишет Максим да как я уже сказал для участия в курсе допускаются те трейдеры то есть помимо тех кто присутствовал в риге те кто совершает новый депозит начиная с сегодняшнего дня условно с 20 июля и вы получаете данный доступ да все верно необходимо совершать новый депозит смотрите как это будет происходить для того чтобы получить доступ именно к вебинарам да то есть это будет вебинар где вы сможете задавать вопросы онлайн фредерику да общаясь по этой теме по парному трейдингу разбирая данный подход необходимо совершить новый депозит для тех у кого мало ли не получится да по каким-то причинам присутствовать мы сможем предоставить запись онлайн она будет предоставляться также по закрытой ссылке и также для только для тех трейдеров кто совершил данный депозит поэтому если у вас мало ли не получится посетить там часть занятий какое-то одно занятие то вы получите ссылку на запись этого вебинара и обязательно сможете ее просмотреть да все верно Андрей пояснение при депозите вы напишите на почту что вы участвуете в данном курсе то есть просто пишите что депозит совершили для курса Фредерика Даниэля парный трейдинг просто напишите на почту и мы вас внесем подключим к данному вебинару происходит таким образом то есть при самом депозите там нет такой возможности указать какое-то примечание поэтому отдельно нужно будет написать или на почту или на почту мне на support.ru собака на маркис точка ком или в skype то есть в любом случае оповестить нас о том что вы депозит уже совершили хорошо если вопросов нет прошу поставить вас плюсики просигнализировать если кто то пишет вопрос но не успевает то я подожду я напоминаю что в правом южнем углу у нас есть чат иногда участники его не находили там есть поле где написать вы просто пишите ваш вопрос нажимаете enter и я ваш вопрос увижу и я ваш вопрос увижу отлично хорошо тогда на сегодня будем прощаться всем спасибо за вебинар спасибо за участие что были активны задавали вопросы и будем ожидать ваш вопросов если они появятся после вебинара также пишите на ту почту которую я указал и мы обязательно вам ответим и поможем разобраться также помощь по настройке метатрейдов 4 supreme эдишн для вашего компьютера будет предоставлена от вашего менеджера то есть полностью в готовую систему с готовыми программами для себя уже получите итак коллеги всем спасибо за внимание спасибо еще раз фредерику за интересный вебинар и уже прощаемся до наших следующих встреч всем спасибо и до свидания спасибо 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 спасибо